Привет, ребята! У нас сегодня будет интересное видео. Я собираюсь сравнить дисплей двух смартфонов. Это iPhone X с его челочкой и Samsung Galaxy S8+. Возможно, по разнице диагонали будет неправильно сравнивать, но так как я им пользуюсь, у меня просто другого нет. Поэтому буду сравнивать 8 Plus и iPhone X. Сейчас, разблокируется. Хоп, давайте потянем наверх. Блин, надо с самого низу потянуть, еще не привык. Что надо не вот отсюда, как, к примеру, в Samsung с любого места можно потянуть, а надо с самого низа, то есть надо прям дотягиваться. Окей, сравниваем сегодня дисплей. И, наверное, чтобы сравнить с вами дисплей, мне нужно эту камеру поставить прямо сюда. Ну, в принципе, два желанных аппарата, 10 и 8 Plus, наверное. Так, давайте разблокируем первый. У меня здесь никаких паролей, ничего не стоит. Чтобы разблокировать iPhone, нужно сделать так. Не сработало. Не сработало. О, сработало. С самого низу. Окей, я привыкну. Окей. Сегодня сравним дисплеи. Здесь у нас стоит OLED, здесь у нас стоит Super AMOLED. Не знаю, почему Apple не сделали изначально как раз типа Always On Display. Ну, он называется так в Самсунге. Потому что при помощи часиков это очень удобно. Я практически не нашел часы. И вот здесь вот все сразу видно. Все уведомления. И да, то и время. Очень круто. Сегодня хочу сравнить дисплей. Давайте их просто вот так вот вам покажу. Как вы считаете. Вот это просто меню. Зайдем даже в Самсунге вот сюда вот. А так будет более нам понятно. Что вы думаете? Ну, тема здесь, конечно, черная у нас. Давайте попробуем поменять. Выбрал обычную темную тему. Здесь у нас стоит True Tone. Значит, нам нужно зайти в экранную яркость. Так, True Tone у нас включен. Но, в принципе, его можно выключить. И за это он будет такой вот прям совсем белый. Давайте это как раз и выключим. Сначала так посмотрим, потом по-другому. Заходим в настройки Самсунга. И здесь у нас по дисплею. Особенно не очень синий свет. Так, его тоже выключаем. Все. Ну, все очень просто. Давайте с вами запустим, к примеру, YouTube. Здесь прикольно так сделано, как прям карточками. Ну, из-за того, что углы скругленные. Так, и здесь мы выбираем как раз тоже YouTube. Открыты одни и те же здесь видосы. Сейчас сделаем немножко яркости побольше. Ну, чтобы они хотя бы практически одинаково смотрелись. Вот с этой стороны, то, что я сбоку вижу, у Самсунга экран к фиолетовому склоняется. Вот, по крайней мере, под углом. Хотя, вот сейчас уже нет. Тоже, как посмотреть. Вот на Самсунге меня он сейчас кажется более розовым или фиолетовым. Я, кстати, думаю, что вам на камере тоже так должно казаться. То есть, видите, он прям... Ну-ка, если так сделаем. А так вроде нет. Ну-ка, если увеличим здесь еще яркость. Так что у нас происходит. Так вроде тоже розовит. Короче, смотрите, такая штука происходит. Сбоку мне Самсунг кажется розовым. Айфон кажется белым. Но, когда я поднимаюсь и смотрю сверху, айфон мне кажется теплее. А здесь холоднее. То есть, вообще, ровно наоборот. Так, сбоку он кажется сейчас белым. Этот прям совсем какой-то темный, кремовый. С этого экрана. То же самое. Ну, с этого боку. То есть, короче, под разными углами они совершенно по-разному выглядят. Вот. Отсюда мне... Ну, большее изображение нравится на Самсунге. Потому что я еще без ума просто от их дисплеев. Я постоянно смотрю видосы. И мне это очень нравится. Ну, запустим одно и то же видео. А вот на рекламу я не рассчитывал. Так, во-первых, я сейчас делаю яркость везде на максимум. И там и здесь. Чтобы было все по чесноку. Так, и запускаем одно и то же видео. Здесь напомню, труд он пока выключен. Вот. Ну и сделаем, наверное, просто добавить экран. Странно, что на айфончике я еще все-таки не нашел открытие в полный экран. Ну, вот, пожалуйста, у нас два устройства. По крайней мере, сейчас мне надо подняться сверху, чтобы посмотреть. Сейчас, мне кажется, на Самсунге намного насыщеннее цвета. Потому что здесь, смотрите, прям желтый такой, желтый. Здесь более нейтральные. Но это потом еще надо будет включить трутон, посмотреть. Вы что думаете? Ну, сейчас, бесспорно, мне на Самсунге нравится больше. Вот. На Самсунге что за прикол-то? Ты можешь хоп и сделать, у тебя реально рамок не будет. Понятное дело. Изображение немножко увеличивается, но в полный экран. На айфоне, к сожалению, такого нет. Здесь только можно свернуть его вот так вот и можно хоп развернуть. А смотреть во весь экран можно только как раз, ну, встроенные видосы, которые у тебя в телефоне. И это очень странно. Вот, пожалуйста, YouTube, во весь экран. Вот это очень круто. Ну, окей. Очень неудобно, что на одном телефоне включается реклама, а на другом нет. На айфоне чаще реклама показывается на YouTube, чем на Самсунге. Так, со стандартными рамками, вот как просто я запускаю. Так, надо немножко притормозить. Ну, хотя бы вот так вот. Так, сверху. Ну, я свой выбор отдаю Самсунгу, потому что здесь намного все ярче, четче и контрастнее. Супер Амолед. Вот здесь как бы вообще бесспорно. Давайте откроем также в полный экран, чтобы ощутить. То есть, Самсунг может вот так вот. Хопа. И это комфортно смотреть. iPhone все, он больше не может. То есть, здесь никак уже ничего нельзя увеличить. У тебя будут в любом случае такие рамки. Вот, смотрим дальше. Значит, по YouTube понятно. Я думаю, там все ролики остальные будут такие. Я, кстати, думал, что iPhone вздрючит Самсунг, честно. Оказалось, у меня в Google Play есть Interstellar. Да, есть хотя бы что сравнить. У меня есть Interstellar в Google Play и Interstellar в iTunes. Так, ну что, открываем. Вот здесь, кстати, будет интересно, потому что здесь как раз будет вот эту верхнюю челку работать. Сейчас вам все это дело разверну. Я, правда, не уверен, что я смогу перемотать на один и тот же момент, потому что они в разном, видите, диапазоне смотрятся. Ну, о, ёлк, у меня получилось на один и тот же момент перемотать. Так, запускаем, отключаем. Так все это выглядит в стандартном изображении. То есть, как-то просто запускаешь и смотришь. Сейчас я оценю сверху вид. В принципе, одинаково. Здесь, мне кажется, вот сейчас на айфоне как-то немножко почетче, что ли. То есть, похолоднее цвета. Но это, может быть, еще от качества как раз видео зависит в Google Play. Но сейчас мне на айфоне больше нравится цвет. Значит, можно сделать вот так вот. Бац! Вот отсюда, я уверен, что никакого удовольствия при просмотре фильма ты не получишь. Потому что вот эта штука, она прям видна настолько. И как бы нету у тебя погружения. Прям полностью в фильм. Значит, здесь я потерял где-то. Вот. В полный экран. Можно сделать. Ну вот, попробуйте сравнить. Так, айфон, мне кажется, у нас вперед убежал. Немножечко. Так, ну, по крайней мере, то, что я вижу здесь. Здесь Samsung почему-то немножко желтит фильм. На айфоне он более такой яркий и прям белый. Но здесь у нас сейчас выключен True Tone. Мы попробуем его включить и посмотреть то же самое. А с вами прикольно вот такие вот ошибочки. Дисплейка вам почему-то изображение должно быть вот здесь. Вот только часть какую-то захватил. Так, перевернусь. Так, True Tone включили. Так, немножко затормозись. Вот так примерно. Так, смотрим. Ну, теперь айфон больше желтит. Где мне нравится больше изображения, даже не знаю. Мне кажется, везде одинаково. И там, и там прикольно. Ну, вот YouTube намного лучше показывает на Samsung. Попробуем перемотать на какую-нибудь светлую сцену, потому что... Блин, айфон не показывает всего, что он может. Вот, все, как раз перемоталось. Секунду. Вот. Здесь как раз все решается. Вот эта штука сразу нет к просмотру фильма. Потому что так смотреть реально... Ну, я не могу так смотреть. Это просто бред какой-то получается. Я не знаю, можете со мной согласиться, можете со мной не согласиться, но здесь, на светлых сценах, это выглядит как-то очень... Очень-не очень. Вот. Как бы вот так вот. Нет, конечно, можешь увидеть, там и там прикольные дисплеи, но по сравнению, как бы, если смотреть фильмы, вот загруженные, там, из интернета, которые через официальные вот эти медиатеки, то без трутона совершенно нормально смотрятся. Если их вот так вот сравнивать лицом к лицу, включая здесь трутон, то мне больше нравится все равно, которое изображение не так желтит. Сейчас вот я постараюсь открыть фото. Блин, на фото здесь... Почему он такой желтый? Не, ну если их сравнивать, здесь слишком много отличий. Когда ты пользуешься имя по отдельности, конечно, такого не будет. Это как, знаете, iPad Pro и обычный iPad. Если ты им раздельно пользуешься, как бы, все норм. Но стоит тебе их сравнить, как сразу разница на лицо. Ну, никого не хочу хворить, но отображение камеры, по крайней мере, мне нравится больше на Samsung. Как, получается, фотки, уже потом, когда ты их даже будешь выкладывать, мне больше нравится вообще камера в iPhone. Даже в Plus'е, в 7-м, 8-м. Там это очень круто сделано. Потому что на Samsung камера уже давно просто скатилась в пух и прах. Я на нее вообще не фотографирую. Любое затемнение, кроме солнечного света, все, полный кобздец. Ну, даже не знаю, что надо сказать. Вот. Слишком все желтое. Типа натуральные цвета. Ну да, здесь тоже можно так сделать. Но, но, Super AMOLED все-таки остается моим фаворитом. И это еще один плюсик, галочка к тому, что, может, нафиг мне iPhone 10 нужен? Вот, что я думаю. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих дисплеев. Сами все видели. Что вам больше нравится? Не факт, что ваше мнение будет совпадать с моим мнением. Спасибо магазину iCase за предоставленный iPhone. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok